В форме вопросов и ответов произошло взаимодействие властей с жителями поселка Монина в минувшую субботу. С переездом градообразующего учреждения военно-воздушной академии имени Юрия Алексеевича Гагарина в Воронеж поселение лишилось трех тысяч рабочих мест. Проблем у Монина действительно много. Износ жилья превышает разумные пределы, практически нет признанного ветхого жилья, большинство квартир не отвечает современным требованиям. Поселение находится на особом контроле у районных властей. Встречи с населением здесь проходили не раз. Наконец, обсудить проблемы и приехали областные власти. Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин и депутат Мосуполдумы Иван Жуков. В мероприятии также приняли участие глава Иван Найденов и председатель Совета депутатов Монина Михаил Крубатов. Иван Жуков в своей вступительной речи обратился к жителям, подчеркнув, что присутствие каждого необходимо для того, чтобы развитие поселка смогло перейти на более высокий уровень. Я один лично не смогу это сделать без тех, кто здесь служил, без тех, кто здесь жил, без никаких подсказок и знаний. Это очень большая работа предстоит сделать. Так что, уважаемые коллеги и правительство, и Дума, понимают, понимают, как важно Монина здесь сделать вот те планы, притворительность, которые коннектуру указал нам Андрей Юрьевич Воробьев. И готов, если вы задаете какие-то вопросы, ответить на них. В ходе бурных обсуждений жителями поднимались давно накопившиеся вопросы. Среди них передача земель из ведомства Министерства обороны в собственность муниципального образования, улучшение инфраструктуры спортивных и культурных объектов, расположенных на территории поселения. Жители обратили внимание властей на неудовлетворительное состояние дорог и уличного освещения. Вызвало озабоченность и многомиллионная задолженность муниципального предприятия Монинский имущественный комплекс перед поставщиками энергоресурсов. Особо жителей волнует вопрос изменения тарифов на тепловую энергию. Мы с комитетом по тарифам такую проверку организуем. Есть полномочия контроля, есть полномочия контроля по тарифам. Вот тогда я прошу вас, пожалуйста, по такому филиситету. Спасибо. В числе прочих, волнующим вопросом для жителей, а в частности Совета ветеранов, стал вопрос выделения земель под кладбище. Не первый год жителей волнует вопрос капитального ремонта зданий. Что касается ремонта квартирных домов, значит, отдельным решением губернатора, как я сказал, в этом году будут выруделены дополнительные средства, в том числе на капитальный ремонт жилищного фонда. Я прошу администрацию официально по результатам сегодняшней встречи протокольных, значит, заявить эти дома на обследование, техническое обследование, значит, есть такая процедура, результат, который держит инженерное изыскание, и принять решение. По словам министра, все дома перечислены в реестре, и первые из них будут выбираться, исходя из критериев состояния дома. По Монина, как вы знаете, огромный комплекс работ делается по поручению губернатора Московской области по восстановлению инфраструктуры военных городков. И совпало с работой МОЗа Блдумы, Жукова Ивана Николаевича, значит, встречи с избирателем. Поэтому мы совместили эти вопросы. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.